всем привет дорогие друзья частый вопрос стал задаваться мне почему у меня на стенках париума появляется налет в виде зеленых водорослей или белых водорослей и какую бы микстурку купить чтобы от них справиться или что еще хлеще пришел как-то один раз человек у вас есть метиленовый синий синька я когда есть поделюсь а вам говорю зачем ну я воду когда в аквариуме подмениваю я всегда синьку добавляю я говорю зачем ну чтоб водоросли не было синька по большому счету по своему это противогрибковое средство она используется в большинстве случаев в другом направлении совсем при разведении рыб выращивание малька икры далее я криво когда вы подмениваете воду достаточно чтобы она отстоялась два-три дня максимум и можно ее просто подменить без всякой синьки после чего обычно задаю вопрос если у вас в аквариуме растения какие на что мне говорят ну пластмассовая искусственная стоят моих промываем раз в неделю грунт когда меняем мы вытаскиваем перемываем игры зачем вы все это делаете и вот я задумался и подумал сниму видео для того чтобы рассказать зачем нужны в аквариуме живые растения какую пользу они несут так вот живые растения в аквариуме потребляют очень большое количество вредных веществ которые в процессе жизнедеятельности выделяют рыбы это аммиак который разлагается по цепочке это экскременты которые укладываются в грунте образуют пиловые залежи все это потребляют живые растения что такое налет на стенках зеленый белый неважно это своеобразные бактерии которые образуются в воде опять же в процессе разложения аммиака экскрементов рыбьих растения потребляя все токсичные вещества ну плюс конечно и углерод в небольших дозах если он принудительно не подается выделяют воду кислород в чистом виде это не такой кислород которым вода перемешивается с атмосферным воздухом это это совсем абсолютно чистый кислород он не имеет примеси азота или озона еще чего-то это абсолютно чистейший кислород если в аквариуме достаточное количество растений и хорошее освещение то растение могут перелинговать периодически можно заметить вот такие пузырьки с разных растений выходят здесь действие не в таком наверное количестве конечно потому что в таком количестве они могут перелинговать но в случае если в воде есть достаточное количество углерода в небольших количествах перелинг у меня в некоторых аквариумах при хорошем освещении происходит и так без абсолютно какого-либо подачи су-2 в некоторые аквариумы я добавляю альгицид плюс co2 жидкий биоуглерод для профилактики водорослей при разложении он образует всего 2 которые растения потребляют небольших количествах что тоже идет на пользу так вот если в говорим и нет живых растений соответственно токсичное вредное вещество потреблять нечему или некому и поэтому деваться им некуда и появляется низшая форма растения это водоросли на стенках они будут всегда появляться постоянно если будут поговорим не просто грунт искусственные растения камни неправильное освещение правильно освещение освещение тоже много большую роль играет при достаточно теплых цветах как я заметил 4000 кельвин при сильном освещении вода начинает цвести очень хорошо и быстро плодится в гленна зеленая бактерия вода начинает становиться мутно зеленой цветет если поставить такой же степень яркое освещение на шесть половин тысяч кельвин этого нет то есть освещение тоже должно быть правильно по моему опять же по моим наблюдениям должно быть правильное освещение в аквариуме если в аквариуме растут растения разного цвета красные коричневые зеленые желательно конечно комбинировать разные цвета светодиодов чтобы присутствовал красный свет в некотором количестве неплохо было бы если бы частично присутствовал синий он очень хорошо помогает процессах хлорофилла белый холодный свет от шести с половиной до семи тысяч киллер яркость освещения подбирается исходя из из расчета в интернете есть много таблиц в целом при хорошем освещении если не будет достаточное количество растений например которые могут потреблять необходимые элементы из воды тоже вода начнет потихоньку образовываться на стенках водоросли то есть освещение нужно регулировать по яркости исходя из того насколько аквариум засажен травой если в аквариум большой допустим отрывы мне много и туда подается co2 стабильно подаются удобрения освещение можно увеличивать постепенно потихоньку кто-то покупает профессиональные светильники ставят я пока еще до этого не дошел однажды тоже к этому приду мне очень хотелось бы их протестировать посмотреть я всегда сравниваю разные спектры освещения в разных аквариумах высаживать бывает одни и те же растения для того чтобы посмотреть как растет допустим красная людвигия в одном аквариуме при таком освещении как она растет в другом аквариуме при другом освещении чтобы понять какие факторы влияют ее яркость на ее качество листа ширина длина размер для меня это важно я хочу это понимать изучать вот здесь она допустим очень красная очень-очень широкий лист и она очень красная я понял что это растение очень любит железо если в воде достаточное количество железа подается co2 то очень быстро она становится ржавого оттенка очень ярко красная очень красиво смотрится особенно если сверху посмотреть на это растение так вот поэтому я и хотел рассказать почему в аквариуме нужны живые растения во первых они потребляют токсичные вещества во вторых они же избавляют вас от водорослей в третьих они насыщают воду кислородом что очень хорошо сказывается на жизнедеятельности рыбка проще живется лучше живется в таких условиях и не надо никаких танцев с бурном типа синьки или каких-то химических препаратов для того что избавить воду от водорослей и так далее нет есть куча химических препаратов конечно не продаются которые избавляют от водорослей от налетов на стенке но если даже допустим этот циклидник и там нет растений и просто хочется сделать красивый аквариум ну я бы наверное вместо того чтобы туда заливать какую-либо химию постоянно я бы лучше поставил туда аквариум с применением ультрафиолетового света вот здесь у меня в 400 литровом травничке получается стоит два внешника один тетровский один джебовский и на джебовском стоит ультрафиолет сверху дополнительно установлен кварцовщик он кварцует воду постоянно здесь очень редко на стенках появляются какие-либо налеты или водоросли здесь крайне редко это происходит я не говорю что их совсем нет в малых количествах они все равно конечно появляются потому что все-таки здесь подача углерода здесь постоянное стабильное внесение удобрений и где-то бывает что допустим по микроэлементам добавки идут гораздо более но больше чем чем нужно внести где-то я могу переборщить еще что-то ну и в результате появляются то есть когда небольшой налет но это очень бывает редко в целом как бы здесь всегда все стабильно как растить и ухаживать за травой три правила тоже основных это должно быть хорошее освещение желательно организовать подачу хотя бы bio углерода то есть сейчас очень много продается альгицид плюс о2 он же сайдекс то есть небольших количествах он ежедневно с утра на световой день вносится в аквариум в течение всего светового дня он очень хорошо обеспечивает аквариум в небольших но достаточных количествах углеродом то очень хорошо сказывается на растениях это препятствует росту водорослей то есть водичка всегда чистая стекла тоже сюда в чистое остаются но и при этом обязательно нужно носить удобрения с микроэлементами то есть растением очень очень часто очень много в стабильных количествах требуется железо это как строительный материал для клеток растений он всегда должен присутствовать то есть co2 и железо это самые основные элементы которые требуются растениям для хорошего здорового роста но помимо этого конечно растением требуется фосфаты но фосфаты как правило сколько я наблюдал и всегда очень много и так потому что если аквариум достаточно населенных рыбками укормленных сухим кормом сухой корма так в себе содержит фосфаты постоянно поэтому как бы если сделать замер на фосфаты там всегда будет либо норма либо превышенное количество фосфатов такая вещь азот макроэлементы калий калий тоже нужно в достаточном количестве за ним нужно следить постоянно за его нормой потому что если калия будет недостаточно в пестиках начинают появляться дырки эти дырки потом становится их много растение распадается ничего хорошего не получается особенно вот особенно если вот допустим это какой-нибудь нимфоидес вот у которого такие лопухи сверху плавают красиво же когда они чистые ровные большие то есть сочные а если они с дырками дырявы ничего красивого в этом нету принципе вообще да и в целом растениям любым нужны все микроэлементы поэтому если решили сделать себе травничок нужно взять за 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 правило три основных вещи цвет углерод удобрения изучить этот вопрос и начать применять его применять его на практике я думаю все у всех получится было бы желание но в целом я думаю я достаточно хорошо и подробно объяснил почему нужны в аквариуме растения зачем они там присутствуют какую роль они там играют ну и помимо всего что я объяснил для начинающих аквариумистов почему растения нужны какую роль они играют плюсом ко всему это же красиво это просто красиво если на это посмотреть со стороны ну какой аквариум красивый без растений я не знаю циклидники понятно они как бы на любителя травнички это отдельное направление и чем больше травник и чем красит краше он выглядит тем больше как я считаю привлекает глаз это невероятная красота подводного мира вот так вот друзья вот зачем нужно растение всех рад был видеть на своем канале подписывайтесь ставьте лайки всем пока